Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, все больше студентов пользуются на конспектировании лекций компьютерами и так далее, а не ручкой и карандашом. Так вот, психологи Пен Мюллера Принцессского университета и Даниэла Пенгеймера Университета Калифорния протестировали 67 учеников и доказали, что тот, кто ведет конспекты от руки, они учатся лучше, легче схватывают идеи и дольше держат в голове информацию. А тот, кто печатает, у него это более механически происходит. Естественно. Что-то происходит, вот когда человек пишет рукой. Он пишет в уме. В уме? Он рисует в голове, а потом на бумаге. Да, вот так? Да, он изображает это все. То есть буквы – это символы, которые рисуются у него в голове. Печатные буквы я не могу запомнить. А вот когда я пишу, они у меня запоминаются в голове. Все их рисую. И поэтому, естественно, что человек, который пишет, человек, который читает с книги, я об этом не раз говорил, человек, который читает с книги, это совсем не то же самое, что читает с экрана компьютера. Этому есть основа духовная? Да, не только духовная. Это наша физическая основа. То есть мы должны через себя пропускать материал, а его можно пропускать только если ты читаешь из того, что напечатано или написано. Они изображаются в электронном виде. Даже несмотря на то, что это одни и те же буквы, что и в книге. Но относительно писания – это абсолютно четко. Люди, которые пишут, они развивают в себе навыки, новые возможности постижения, познания, связи с материалом. А если я печатаю то же самое, я нажимаю на клавиши. Я в себе эти символы не записываю внутри, в себе. Нет возврата, в общем-то, к ручке и блокноту. Да и не надо. Что толку с того, что они будут в себе записывать, если бы это были хорошие какие-то нужные идеи, знания и так далее. А так-то все равно мир уже движется к тому, чтобы осознать всю свою никчемность, тупиковость и уже сделать общее исправление, а не только в этом. Понятно. Так что впереди, перед нами очень большая такая всеобщая глобальная революция во всем нашем отношении к миру, когда проявится вообще все, что мы должны делать и каким образом. И писать, и читать, и разговаривать, и действовать, все производить, и главное, как быть связанными между собой. И все это для того, чтобы раскрыть в себе истинный мир, в котором мы существуем, но его не ощущаем.